Мы практически зависимы от животного мира и растительного мира. И вот под видом регулирования численности животных, практически на Биенковых плавнях, на Генбургской косе, происходило убийство животных. Во-первых, были и пьяными охотники. И они отстреливали птиц. Они не то, что даже стреляли определенных птиц. Они стреляли все, что летает, все, что движется. И отстреливали птиц, которые занесены в Красную книгу Украины и Международные красные списки. Я считаю, что это не может быть охотой. Во-вторых, закон был визан наказ начальником лесного управления Николаевского областного управления от 7-7 до 2008 года. В нем сказано, сгибная лишняя Николаевская областная рада, без 16.03.2007 року, номер 9, в заповедной зоне Бенковых плавней дозволяется регулирование численности дыха и тварей, установлено по порядку. Этот порядок, значит, сказан в законе о животном мире. Это не может быть регулированной численности животных без согласования с управлением экологией и без специальных экспортных выводов. Это не было сделано. Не было ни экспортных выводов, ничего. Кроме того, была нарушена норма отстрела. И я эту проблему озвучила на сессии областного совета. Мое выступление вызвало резонанс. И рассматривалось это на депутатской комиссии по экологии. Однако, как говорится, восемь и не там. Я получила вот ответ. Согляду на то, что вопрос проведения поливания на Китбургской косе не было, соответственно, социальною абоненту рекомендувати Миколаевскому областному управлению лісового и мислительского сподавства на сезмины до наказа 7 липня 2008-го року номер 130. Про проведение поливания на пернату дичину на территории Миколаевского областя мыслевский сезон 2008-2009 рік. Чертельно забороны поливания на водоплавных страхи в заповедной зоне Бенковой плавной. Однако, не сказано, какие конкретно рекомендации были. Это все размыто. Такое, получается, мнение складывается, что как раз забороны будут скасованы. И, наоборот, будет разрешено на заповедной зоне доходы проводить. И, в принципе, сейчас продолжается так и так. Я бы теперь хотела передать слово Евгения Бонаренко, яка є депутатом міської ради Миколаева, и яка расскаже вам про опыта, и про презентацию, и про то, что вы власне доведете. Дякую. В принципе, здесь был задрогнут очень серьезный вопрос о ходе. И, честно говоря, то, что происходило на Бенковых плавнях, это действительно большой резонанс. Поскольку бесконтрольно уничтожались заповедные виды, уничтожались красногнижные птицы. И вот здесь надо уделить внимание, в принципе, и климату Кенбургской косы. Эта лето выдалась очень засушливым, и почти все озера на косе пересохли. И единственное место, где птицы могли поселить у воды, и хоть как-то найти себе пропитание, осталось именно Бенковые плавни. Там же они готовились осенью к отлету. И в это время, на основании вот этого наказа, выдаются охотникам лицензии на отстрел птиц именно в Бенковых плавнях. Работники регионального ландшафтного парка, директора регионального ландшафтного парка, едут туда, пытаясь воспрепятствовать охоте, потому что стреляют все, что не попадя. Там в результате чего были уничтожены и цапли, которые не являются промысловым видом. И кулики, часть из которых занесены в Красные книги не только Украины, но и Европы. И гологаз. Это вообще уникальная особь, в которых осталось тысяча на весь мир. И когда работники регионального ландшафтного парка пытались как-то воспрепятствовать, то их просто отстраняли, им не давали даже акты составлять. А были выявлены и перестрелы, и были выявлены и браконьерские действия. И это все зафиксировано было судом. В результате чего у нас есть решение Очаковского суда, где действительно эти охотники были задержаны, они заплодили штрафы. Но я думаю, что мы будем нацеливаться дальше, и мы будем искать виновных. Те, кто выдавал эти разрешения на охоту, и при чем пропустительство это все происходило. Ну, я думаю, один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому я предлагаю вашему вниманию короткую презентацию. Тактика выжженной земли. То, о чем говорил Олег Михайлович. Лесные пожары. Чем они могут быть причинены? Вот что делается, когда облако буквально 60 километров достигало до Одессы в результате пожара на Кимбургской косе. Вот идут как раз свалы, лежалые древесины, которые поджигаются. То есть куда смотрит лесхоз? Почему не происходит пожаротушение? Вот, пожалуйста, перед вашим вниманием свалка на побережье. Опять-таки, земля находится в ведомстве лесхоза. Мы прекрасно видим, что ничего не убирается, в каком оно все состоянии. И поверьте, это не единственный кусок, который вот так вот нашли, засняли и выдали в эфир. Что это массовые, так сейчас, в принципе, это внешний вид побережья Кимбурга, заповедного объекта. Вот, пожалуйста, это то, о чем болит сердце. Когда целинные степи распарчиваются. Когда уничтожается естественная природная ландшафт Кимбургской косы. И вот здесь вот как раз речь идет о незаконной охоте. Когда, вот, пожалуйста, охотники, которые это все делают. И вот здесь вот мы видим и цаплю, и куликов, то есть то, что не является промысловым видом. Кто понесет наказание? Штрафы, которые выписали этим людям, они довольно мизерные. Как говорится, откупился и нарушай дальше. И вот то, что я начинала говорить по распаханной земле, это тюльпан Шеренко. Это один из немногих имеющихся тюльпанов, от которых произошли наши культурные, то есть, ну, такой вот крупный, редкий, редчайший экземпляр. И в основном они на Крымском побережье встречаются красного цвета. И только у нас на Кимбургской косе они желтые. То есть это тоже уникальный вид. И вот мы видим, как эти земли распахивают полностью. Лесхоз под елочки обычные, наши примитивные, будем говорить. То есть без согласования, естественно, с областным управлением экологии это делается. Но я все-таки надеюсь, что наша природа приобретет первозданный вид. И что все-таки это как-то будет контролироваться. Сегодня мы провели акцию под Государственным комитетом лесного хозяйства. И выдвинули ряд требований. Одно из них было, чтобы человек, который, в принципе, смотрит на то, чтобы... Ну, то есть он не идет навстречу экологам, не останавливает охоту, чтобы его отправить на ставку. Это начальник областного управления лесного и окутничьего хозяйства, поломарюк. У нас было требование отправить его в отставку. Опять-таки, за то, что он нарушает свои же обещания. За то, что охота на биенковых плавнях так и не была прекращена. Закончилось это трагически. Когда просто мы вчера выезжали в Киев, и биенковые плавни были уничтожены. Был просто большой пожар, в результате чего выгорело 200 гектаров заповедных земель. 200 гектаров. Вдумайтесь в эту цифру. Опять-таки, то, что можно было потушить, когда у ведания лесхоза должен быть свой транспорт, должно быть свое пожаротушение, тем более, если там находятся люди, ведется охота. Естественно, какие-то меры должны приниматься. И как можно было допустить, чтобы сгорело 200 гектаров заповедника. То есть у нас было первое требование для отставки данного человека, начальника Николаевского образового управления лесного и охотничьего хозяйства. Потом также мы, в принципе, требовали, чтобы лесхоз ввел контроль. Затем, чтобы не уничтожались ни заповедные виды флоры нашей, вот пример, который есть, ни заповедные пауна, ни, естественно, краснокнижные растения. Плюс у нас возникли очень большие вопросы по поводу аренды на 49 лет побережья. Это то, что касается Коблева, Рыбаковки, то, что оспорено в прокуратуре. То, что, в принципе, сейчас прокуратура наложила протест на эти решения. И, честно говоря, там не очень хорошие вещи, вот, приходят выводы, что, возможно, и губернатор наш с этим связан, честно говоря, неприятные вещи. И, кроме того, я бы хотела сейчас рассказать буквально в одной минуте по поводу незаконных, несанкционированных песчаных корей.